Я, Дмитрий Стротцев, скажу несколько слов о Весе. Дело в том, что меня просили что-то написать к фестивалю, но я ничего не успел. Суть в чем? В конце 80-х, когда пошла всякая либерализация, перестройка, появились песенные фестивали, возродились в Минске, в Вильнюсе, в Риге, в Москве, в Ленинграде. И мы стали встречаться. То есть в Минск на фестиваль приехали рижане, тогда это были Алексей Захаренков и Елена Фролова и другие наши замечательные рижские друзья. Мы познакомились потом, мы поехали на Таллиннский фестиваль, где познакомились с москвичами. И вот эту вот вновь возникшую дружбу очень хотелось удержать. Надо понимать, что тогда не было никакого интернета. Мы были, скорее-таки, поющие поэты. И тогда еще не было возможности для публикации тех возможностей, которые, скажем, есть сейчас. И нам очень захотелось как-то удержать нашу дружбу. И я предложил создать такую виртуальную деревеньку. Весь. Весь по-русски это значит деревня. Тоже одно из названий. И это как-то вот нас объединило. Вышел в 92-м году сборник весь. Мы встречались, пересекались. Потом география изменилась, и она меняется все время. Рижане переехали в Россию. Карпачев Михаил уехал в Израиль. Марина Гершинович из Новосибирска в Германию. И появился интернет. И казалось бы, что вот это вот... Ну, нет необходимости поддерживать вот такое вот содружество. Но вот сейчас, в свете каких-то сложных, новых обстоятельств, вот подтверждение нашей дружбы, мне кажется, очень-очень важно. Да. Да, да. И первым почитает свои стихотворения Михаил Гончаров. Минск. Здравствуйте. Миша, ура! Встретились. Эти бледные ветви и серые крылья вороньи, эти мокрые стены, сырой силикатный кирпич, этот мир одноцветный, расплывшийся, односторонний нелегко рассмотреть и почти невозможно постичь. Он растекся по плоскости, матовым, блеклым налетом, под хрустальным стеклом, по серебряной тонкой фольге. Может, зеркало вы развернете, заглянете, что там? То же самое. Город, плывущий в холодной пурге. Это валится снег. Город тонет в клубящейся вате. Дышит белая пена. Колышется ветхий настил. Это заспанный Меобиус в теплом домашнем халате склеил ленту неправильно. И в изумлении застыл. И скользит его взгляд вдоль загнувшейся белой полоски в пустоту, в заметенную мглу. И не видно конца. Все дворы, все иные миры, все галактики, плоские и бесплотные. С изнанки рассматривая, или с лица все уходит куда-то. Сугроб погребает скамейку. В небесах затемненных стоит изумленная мгла. Можно вечность разглаживать, словно сырую наклейку, скрупулезно следя, чтобы вдруг не загнулась с угла. Можно до ночи встряхивать в сети мизоны и кварки. Сквозь волокна эфира просеется звездная пыль. Голубые гиганты, планеты, остывшие карлики промелькнут белым шариком под окуляром слепым. Можно варежки снять и снежок запустить в мироздание. Он заденет за ветку, обрушив на нас снегопад. Ты зачем-то смущаешься, тихо шепнув «до свидания» и смещаешь пространство, рукой умахнув не в попад. После ночи бессонной выносишь заботы свои сочетания слов, что созвучности тщетно искали на проспект, где рассветный клубящийся сумрак стоит в золотистых высоких сосудах из лиственной скани. Исчезает куда-то засевшая шкворнем строфа. Рассуждений суровые нити свернулись клубками. Под лучами скользящими влажные сверкает асфальт, и деревья над ним кучевыми плывут облаками. Мимоходом рука задевает морщинистый ствол, отрешенно скользя по поверхности шероховатой. И невольно теплеет душа, ощущая родство с древесиной слоистой его и корой наздреватой. Те же в нас капилляры и жесткое мышц волокно. Та же сила упрямая, та же основа простая. Так же тянемся ввысь, понимая, что нам не дано от земли оторваться. Тоскуя и в землю врастая, так же хочется руки воздеть и застыть до поры на прохладном ветру, наполняясь ознобом и звоном, на ладони раскрытой держать колдовские дары, птичьи речи, кристаллы в ларце золотисто-зеленом и стоять без созвучий и смысла листвой лопача, ни о чем не заботясь, людской суеты избегая, чтобы в этот рассвет, словно в чистую воду ручья, задохнувшись, душа окунулась богиня Нагая. Вечность Ты, черная бездна, откуда свет летит и летит миллионы лет, сквозь мерзлые газы и тьму планет летит и летит, и конца все нет. Ты нечто, чего не выносит плоть, что мозг погружает в холодный страх, незримые двери воздвиг Господь, засов укрывая. В иных мирах пространство и время стоят у глаз слепой пеленой, ограждая нас. Текут поколения и племена, и Ты их стремлением заслонена. Парижа над нами, с небес смотри, Ты за временами, а мы внутри. Из этой шкатулки прелестных снов нам не рассмотреть мировых основ, но в щелку заглянет слепая мгла, и сердце тупая проткнет игла, и стрелка застынет, остынет ртуть, и время придет на тебя взглянуть. Ну и чтобы немного развеять мрачное настроение, такое стихотворение. Жизнь моя в быту растворена, Сотни дел дробят ее на части, Только чаша крепкого вина Не дарует цельность, Как причастие. Только ясность мыслей растеряв, Забываешь беды и обиды, Трезво понимая, Что неправ Радуешься Цельности забытой, Боже милосердный, Разреши поддержать Иллюзией свободы Вечное стремление души, За тобой очерченные своды. Пусть душа Не ведает забот, Только нега, Благорастворение, Пусть как пташка Божия Живет трепетное, Хрупкое творение, Пусть она скользит По воздусям Нежных ног, Ходьбой не утруждает, А что пьянство вредно, Знаю сам, И Минздрав Везде предупреждает. А еще одно стихотворение Подобного плана Посвящается Моему бывшему автомобилю. Да, ты нравишься мне, Аккуратного немцотворение, Твой непретенциозный И полный достоинства Вид, АБС, И до сотни За восемь секунд Ускорение, И сверкающий лак, Что не содран, Еще не оббит. И завидую я, Когда юная дева Надменно Опускается в кресло, И ручкой, Качнув автомат, Устремляется прочь За черту моей Скудной вселенной, И осколки Расколотых радуг За нею парят. Но люблю я тебя, Мой обшарпанный друг Угловатый, Да потопный, Как ящер, Ревущий с утра Под окном, На ухабах скрипящий, Какие еще автоматы? О тебе я заботюсь, Заботюсь, Как о человеке родном. Защищаю коррозию И выставляю зазоры, Хоть и знаю доподлинно, Сколько его не чини, Но, как вспомню, Какие мы с ним Открывали просторы, Одолели какие преграды В те давние дни. Отчего так ведется? Какие, скажи, Виноваты в этом силы, И в чем состоит Тайный замысел их, Что любуемся мы На изящных, Красивых, Богатых, А вот любим Хромых и горбатых, Родимых своих. Я гляжу еще времени много, Тогда я прочитаю Длинное стихотворение. Называется «Призрак». Ну так вот. Примерно в середине Мягкого сырого января Мы сошлись. Гудел огонь в камине, Жаркий отблеск Цвета янтаря Трепетал на лицах, Запотело хрупкое Богемское стекло, Разговор неспешный, То и дело прерывался, И вино текло, И минута тихая летела. Свечи оплывали от жары, Темные бесснежные дворы За окном дремали, Старый город Мало изменился за века, И столетий прах Наверняка стал Первопричиной разговора нашего Среди седых камней, Позеленевшей черепицей. Чем темнее было, Тем сильнее грешный дух Старался уцепиться За символ бессмертия своего, Убедиться в этом, Утвердиться, Но не выходило ничего. Ибо смерть на плоть, И много лет Холодок могильный Сердце точит. Сколько нам пророки Не пророчат, Сколько б верных Ни было примет, Убедиться в том, Что смерти нет, Мы не можем. Или Бог не хочет этого. Мы свечи на ветру, И в трудах земных, И на перу, И в минуты страстного порыва Все над нами позднее. Порой смерть стоит Усердной медсестрой, О себе напоминая живо. Друг, Не стоит мауди будить, Лучше старых ран не бередить, Лучше щедро наполнять бокалы, Долелеять в сочную страфу, И не думать, Впишут ли в аналы нас, Притом в которую графу. Сколько ни бери, Все будет мало. Ну так вот, Примерно в середине ночи, Когда мерный гол речей, Глуше стал, И в жидком стеаренье Затрещали язычки свечей, И с завешанной плащами ниши, Паром проходя сквозь полотно, Появился призрак. Холодно стало вдруг, И в паузе возникшей мы расслышали, Стучит в окно ветер, И постановают крыши. В странном одеянии давних лет, Изможденный, пасмурный, Понурый он парил над полом, Тусклый свет угасал В тени его фигуры, И еще осколки наших фраз Где-то в сводах Отдавались глухо, Но явившись явно, Беспрекрас, Перспектива вечной жизни духа, В ту минуту ужаснула нас. Все застыли. Разоренный стол Он накинул отстраненным взором, И на нас взглянул с немым укором, И вздохнул печально, И ушел сквозь перегородку. Серый дым в стену утянулся, Вслед за ним. С той поры прошло четыре года, Крепко потрепала нас свобода, Радикально изменился мир, И сменился не один кумир В сумрачном сознании народа, Даже равнодушная природа Кое-где повытерлась до дыр. Но в вопросе о бессмертии душ Та же тишина и та же глушь, В тех краях бесчетных измерений Пребывает все без изменений. Ну, хорошо, еще для окончания Небольшое стихотворение. Там облако плывет, Как ангел в небесах, Как некий Серафим, Благую весть несущий, Что снова Божий Сын Нас явится спасать, И всех он исцелит, И даст нам хлеб насущный. На этот яркий блеск, На этот ясный свет Ты смотришь, заслонясь Сквозь влажные ресницы, И веришь в этот миг, Что царствие придет, Что победит добро, А зло угомонится, Но меркнет свет небес, И сокрушенный вздох Твою вздымает грудь, И упрекнуть не смея, Ты все же говоришь, Всевышний, Ты бы мог яснее знак подать, Да уж куда яснее. Спасибо. Марина Гершинович. Программы нет, Очень много разных стихов новых И старых перемешку, Я просто буду вытаскивать, Что получится, Чтобы немножечко приоткрыть свой мир. Доминиканский верлибр. Под небом чужим, На далеком чужом континенте, Где время уходит в песок, Как воинственный краб, Стоит человек, И он слушает гул океана, И смотрит на звезды, И знает, что он обречен, На боли сомнения в собственных силах, На поиск того, Что зовем смыслом жизни, На смерть. Так что остается ему заключенным В рамках сознания, Как в комнате тесной, Где нет ни окон, ни дверей, Ему остается лепить Из песка под ногами, Лепить, создавать Бесконечные формы игрушки, Что могут утешить его, Ублажить, напугать, Помочь скоротать этот миг От любви до заката. Он демонов лепит и ангелов Лепит себя. Спасибо, Господи, за то, Что наказав оставил память. Я помню град и снег, И замедь, И друга в стареньком пальто. Я помню зимы, Что стекло крушили Вредяные друзы, Но укрепляли наши узы, Где вместе двое, Там тепло. Там третьим среди нас есть ты, Пока союз сердец возможен, Не обезвожен, Не безбожен, И не сведен до пустоты. Память отца, Учитель. Ты мне говорил, Не пугайся потери, Не требуй подарка С чужого плеча, Учись, уходя, Не захлопывать двери, Пока не отыщешь В кармане ключа. Твердил, если надо, Шагай темным лесом, Но помни, С какой ты идешь стороны, И груз в соответствии С собственным весом Неси, чтобы он Не калечил спины. Не ждал, Что усвоим предмет И ответим, Когда объяснял ты Таким же, как я, Гонимым судьбой, Непоседливым детям Основой любви И закон бытия. Мы встали и вышли Из дома, Из плена, В свободу распахнутых Настеж дверей, Уже понимая, Что память нетленна, И груз неподъемен Своих якорей, Что мир неизведан, А стороны света Запомнить легко, Если их полюбить, Что время Не даст нам Прямого ответа, Пока мы не выберем Твердое быть. Мы встали И вышли, И некая сила Сродни сквозняку Или ветру в трубе, Щемящую нотой Во след голосила, По дому, По времени И по тебе. И еще Одну память Отца Из гостей Уходя домой Ты молчал, Если шел Со мной, Охраняя От белых Мух, Ограждая От смертных Мук, Прикрывая Своей спиной От беды То, Что было Мной. Разве Только Когда Охмелел Эту странную Песню Пел От махачкалы До баку Волны Катятся На баку И качаясь Бегут Волы От баку До махачкалы Ну, а если ты Горевал, Ты причину Тоски Скрывал, Но уже Было ясно Мне, Боль, Что прячут Сильней Вдвойне И звучал Во мне Тот напев Нет, Не песня, А лишь припев От махачкалы До баку Волны Катятся На баку И тогда Открывался Мне Целый мир На твоей Волне Где качаясь Бегут Волы От баку До махачкалы Ты меня Не пускал В края Где считал Ты погибну Я Но ты первым Ушел в поход И я Старше тебя На год Умирая В своей стране Ты оставил В наследство Мне Ту любовь Что во мне Жива Эту песню А в ней Слова От махачкалы До баку А волны Катятся На баку Я все дальше От той земли Где сидели мы На мели И качаясь Бегут волы От баку До махачкалы Аплодисменты Твердит И за руки Взялись Построенные Один из Один из тех Детей Он заполняет Меру Своих Дырявых Лет Вооружась Сачком Он ловит Мотыльков Удачи Из личинок Несбывшейся Мечты Он добывает Яд Но шестьдесят Детей Но шестьдесят Лучинок Что так же Как моя Когда-то Догорят АПЛОДИСМЕНТЫ О чем я думаю? Да ни о чем О том, что глупо Быть стукачем О том, что Плохо слыть Дураком О ком я, спросишь Меня? Ни о ком Бегут года мои Что вода А думать Думаю я Всегда О малом Думаю я О тебе О том, что Значил в моей Ты судьбе Случайный камешек Так пустячок А ведь Гляди-ка Споткнувшись Лежу И не хочу Разжимать кулачок Бессильно Я против зла Но грожу Кому-то там Я грожу кулачком Не человеку уже А пятно На горизонте И лежу я Ничком И не могу На себя взять Вину За то, что Кто-то и подл И хитер За то, что Где-то беда И война Ведь человек Он как есть Солитер Ему чужая Душа Не видна Ему своя-то Потемки И боль Случайно тронешь Сожмешься в комок Сожмется в комок Я разожму кулачок Уж позволь Ты ничего в нем Оставить не смог Голубь Держись Держись за ту же ветку Ту, на которой Он сидит Вот для него Ни дом, ни клетку Не надо покупать В кредит Он лучше, чем Любой из многих К зиме сибирской Снаряжен Ты в марте Обморозил ноги А он Летающий пижон Тебе поглядывает В спину Не уставая Клюв точить Так, словно он Клевать рябину Тебя стремится Научить Под ним едва Качнулась ветка Качнулась ветка Ветер стих И как не похудеет И детка А она не выдержит Двоих Пара минут Есть еще? Да Три минуты Вспучился Тяж бы Внутри утробный Век безобразный Все тонет Во мгле Но, как обычно С ухмылкой злобной Пшелты и шобля Идут по земле В кущах сибирских И в скалах Гренобля Встретится парочка Это тебе Спросишь о вечном Откликнется шобля Рядом и пшелты С бычком на губе Гайки подтянут Железные болты Вновь заскрипят Пролетарий Не бзди Слева идет С транспарантами Пшелты Справа и шобля С цветком на груди Пляшет история И новая веха Старый мотив По слоновье трубя Где бы ты ни был Куда б не уехал Пшовля и пшелты Догонят тебя Альпы Час совы Это не наши с тобой голоса Криком совы потревожили эхо Лес зашумел И открылась прореха Между верхушек стволов В небеса В полночь торопится Время сбежать За горизонт И следы заметает И на ходу книгу Судя плестает Не удержать его Не удержать На сквозняке Вырастают в наклон Мачты деревьев О, фата моргана Истина в Альпах Басами органа Многоголосый Гудит в Вавилон Так корабельные Сосны скрипят Тени отбросив Как ловчьи сети И на земле В этот час Только дети Ангелы и душегубы Не спят Время уходит Уносит с собой Как великан Рассовав по карманам Свиток дороги К небо краюху Бутыль с океаном Свиток дороги И шар голубой И последняя вещь Попрощаюсь с вами Экспромт Посвящение друзьям Не гляди на часы Не следи за временем То, что делаешь, делай Да сбудется, что просимо Не успел, отпусти Да не станет бременем На твоих плечах Что тебе не по силам День на запад ушел Растворился в закате Он взойдет на востоке С тобой и без тебя ли Там и тут одинаков В багрянце и злате Можно только спасибо сказать Что не взяли Жизнь твою не за грош Те, кто ищет раздора Но великая сила В глазах побратима Что дарован судьбой Где твой ящик Пандора В нем надежда Все прочее необратимо И пока я смотрю На прекрасные лица Мне нетрудно Однажды войдя в эти двери Оставаться при жизни Доколе продлиться С тем, кто любит и помнит Кто знает и верит Спасибо Дмитрий Строцов Дмитрий Строцов Поэт Как всякий человек Хочет проспать Весь этот ужас Он нечаянно для себя Ускользает в сон Гефсиманский, апостольский В сон семи отроков эфесских А пробуждается уже В золотом веке Поэзии, гармонии и свободы Или на этапе в гулаг Немцов мост Посвящение Светлане Кровец Я сгорел на холодной войне Как ржавеющий парк Дотлеваю в кленовом огне Не стрелял, а ловил на краю Разнопалые листья Лицопавших в неравном бою Я хмелел, целовал на ветру Обличающих губ голых рук Молодую кору Не убит, не распят на земле Но скулет мое сердце И собакой дрожит на золе Война и мир Эпиграф Три года мы говорим о войне Сергей Жадан Война Всегда далека Как смерть Но мир Никогда не крепок Как смерть Война Всегда наступает Как смерть А мир Никогда не помирит Как смерть Да, да, да Приходится Да, приходится Ради будущего Да, ради будущего Убивать Да, убивать Настоящее АПЛОДИСМЕНТЫ Тавтомахи За нашу святую дрожь За дрожь воскресенья Ты наших ребят берешь На дело весеннее И мы начинаем рвать Серпами свистящими Пшеницу твою кровать С ребятами спящими За нашу святую ложь За ложь воспасенья Ты наших солдат берешь На небо весеннее А мы продолжаем врать Словами свистящими И славить страну Кровать с солдатами Спящими Шла Казанская мать Всех своих обнимать Шла своих обнимать Остробрамская мать От угла до угла Весь удел обошла Всех своих обняла А других не нашла На кого ж Божья мать Руку нам поднимать Чьи нам судьбы ломать Научи Божья мать Научи Божья мать Откуда у парня Афганская грусть Откуда у парня Абхазская грусть Откуда у парня Донбасская грусть Не знает Не знает Где брат его Афганская грусть Афганская грусть Афганская грусть Сделай твоим голосом Хоть меня Пожалей Истощенных жен Мужей На полки разделенных Забери У войны Позови Царских детей домой, в царство, Неутолимо родным голосом моей мамы. Несколько стихотворений, обращенных к Беларуси. Посвящение Светлане Алексеевичу. Земля крепостей, стертых до десен, Дикое поле европейских споров. Эй, ленивые, живо к нам, В новый век лечут соседи. Из угольных куч, из землянок выходим. Блаженно, тихое солнце, как верную новость, Целуем. Пасхальный репортаж. Первый месяц, без имени и лица, Эти нелюди, фотороботы нарочитые, Потом вспышки газетных полос, Фамилии Коновалов и Ковалев, Слесар и Токар, Уничтожающие, ничьи, никчемные, Опять скользкое видео, Мутные силуэты, тот, не тот. Дурная драматургия, Пыточный пот с кровью, И вот лифостротон, Клетка колизеев звериной цепи, Прямота свидетельства, Мученические глаза, Сердце, Улыбка строка маме, Смерть, где твоя победа, Где клики толпы распни, Один голос в зале суда, Торопливому аду, Позор, и ныне, и присно. Панихида, 21 марта, Отец Александр возглашает Новоприставленные, Невинно убиенные, Владислав и Дмитрий, Молите Бога о нас. АПЛОДИСМЕНТЫ Лестница Серый чистый Минск. Ты смотришь новыми детскими глазами На город, который выпил тебя до дна. Почему ты его прощаешь? Почему отпускаешь с улыбкой Эти последние в жизни дома, И холыбы, и затылки, Эти черные палки двора, И веревки, и горькие тряпки ворон? Он съел твое солнце, Твой огненный пар пробуждения, Твой полуденный зной И слезный закатный отлив. Серый чистый Минск. Теперь лови меня. И вот такое очень маленькое стихотворение, но по моему какому-то внутреннему ощущению это поэма. По крайней мере, какой-то такой есть для меня очень важный посыл. Как-то вдруг пришло понимание, что мои дети никогда не жили в Советском Союзе, никогда не жили в другой стране, кроме Беларуси. Вот. И это совершенно какое-то новое мироощущение, другой взгляд на дом, и с этим связана, для меня очень большая надежда. «Сестра страна». Вы молоды, видишь, у нее опалены ресницы, но страха нет в зрачках, она вам верит. В руке рука горячая, держи, не слушай лжи. Сестра чиста, и как весна свободна, не связана волшбой, в зените пасхальных голосов она ликует, в коложе совестной и в росицком костре. Сестра страна, когда на мове касаний жарких заговорит с одним из вас, с тобой одним, как станешь отвечать из немоты, прислушайся, как сердце тше, и як тяче повольно, яна одна из вас, в руке рука горячая, вы молоды и явно влюблены. Посвящение Натальи Грабаневской. Мне посчастливилось с ней встретиться, подарить ей на фейсбуке это стихотворение, получить ее живой, радостный отклик, и поэтому мне очень важно это помнить и об этом свидетельствовать. Дождик то серый, то изуморудный выходит воскресший и скрепит, сочится из капели света новая ткань раскрывается освобожденный освобожденный в первый сад возвращается каждый а дождик то серый, то изуморудный 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 Спасибо большое! Вот, ну вот... Марина Гершинович, Дмитрий Строцов, Михаил Гончаров... На самом деле нас в весе побольше будет. И Лена Фролова тоже в нашей компании. Андрюша Анпилов не доехал, Леша Захаренков и Ижи с ними. Так что, может быть, в следующий раз мы будем полнее. В следующем блоке прозвучат в исполнении Евгения Логинова и с помощью моей немножко стихи Дмитрия Строцова и Марины Гершиновича. Почему Гончарова все время? Михаил Гончаров. Что такое-то здесь? Ярослава Яромира Ноговица. Где будет звучать перевод, авторский перевод, авторский перевод Евгения Логвинова, то есть автор текста. При участии самого главного бенефицианта, как я вчера уже говорил, Елены Белкиной, поскольку она самая занятая у нас. Время. 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 Спасибо. Да. Сейчас. Ага, саундчек. Настройка. Вот так вот. У тебя не звучит? Сейчас не звучит. Дай мне мель. Угу. Что, сначала? А? Да. Добрый день. Я продолжу несколькими стихотворениями поэтов, которые сейчас выступали. Спою первая песня на стихотворение Марина Гершинович «Радость». Сейчас. А? Погромче тебя монитор. Чуть-чуть мониторю гитару Жене можно, Серёж? Добавить, добавить. Ты включила? Есть в кузу? Ой. Я наоборот, я проверила. Опа. Это громко сейчас, да? Просто она была не доткнута. Молчать, молчать. Тише тогда просто. Молчать. Терминвок, знаете, есть такой инструмент. Ага. Чуть-чуть тише. Чуть-чуть тише. Поиграй, поиграй, поиграй. Ага. А теперь моё. Нету. Чуть-чуть погромче монитору. Ага. Еще чуть-чуть мою погромче монитору. Ага. 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 Итак, стихотворение. Марина Гершинович. Радость. 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 Радость моя, мне подковы не гнуть, Разве что в кузне твоей догорая. Жару прибавить, позволь отдохнуть У твоего непочатого края. Радость моя, нелегко пригубить, Горечь полыни знакома до странности. Нет мне иного пути, только быть И ничего не иметь, кроме данности. Нету природы оглядки назад, В смутный провал мироздания. Разве я спорю о том, и пройдя через ад, Жажду и жду утолимое странствие. Радость моя, не иссякни во мгле, Будь мне источником веры и знания. Следуй за мною на этой земле, Все благодать, все достойно внимания. Марина Гершинович. И еще один герой, Дима Строцов, Дмитрий Строцов. Я спою два стихотворения, Коля мне поможет. Стихотворение называется «Дерево». Оно посвящено памяти всеми нами, конкретно любимому человеку, автору Виктору Луферову. Мы ее ни разу, Дима, не пели, не исполняли. Премьера. Коля, если я чего-нибудь, то лови. Поехали. Раз, два, три, четыре. Дети, бегите вверх, Опираясь на голос, прочь от меня. Я остаюсь в темноте. Слышите, убирайтесь прочь, Пока вы меня слышите. Вы еще здесь, в темноте. Там, где кончается речь, Обрывается голос, Начинается луч. Слышите, прочь от меня, Побеги, опираясь на голос, От корня бегите. Бегите, бегите, бегите в свет. Слышите, бегите. Слышите, бегите. Как побежит На мимажоре И так получилось, что второе стихотворение Которое я сейчас спою Дмитрия Стротцева Оно тоже посвящено памяти Ушедшему Мастеру В памяти Олега Янковского Делали, да? Давай Мой добрый день Я так тебя люблю Да будет день И день меня пьянит Дыхание день Я так тебя люблю И пение день И день меня пьянит Дыхание день И дева день и ночь И дева день и ночь И ночь и день И дева день и ночь Меня пьянит Да будет ночь Я так тебя люблю И дева день И дева день Я так тебя люблю И дева ночь И дева ночь И ночь меня пьянит И день и ночь Дыхание день и ночь И пение день и ночь И день и ночь Дыхание пьян Дыхание пьян И дева день и ночь И дева день и ночь Мышление ночь и день И ночь и день И дыхание пьян И дыхание пьян Мой добрый день Я так тебя люблю Да будет ночь И ночь меня пьянит И ночь и ночь и ночь И ночь и ночь и ночь Спасибо, спасибо авторам Огромное, человеческое. Сейчас я спою стихотворение еще одного дорогого присутствующего здесь автора, поэта и человека, и парохода. Это Мария Теплякова. Я чуть позже приглашу на сцену Машу. Спою два стихотворения. Первая из них называется «Рождение речи». Маша, ты мне книжку обещала. А, ты мне дала текст. Ладно, на всякий случай. Если что, будешь подсказывать. Не-не-не, рыбы здесь есть. Я на всякий случай, слушай. Спасибо. Знаете, дома все это поешь наизусть, естественно. Все это прекрасно и через себя, и тут тоже через себя, но тут как-то... И играешь чисто, главное. И играешь, да, чисто. Значит, стихотворение Марии Тепляковой «Рождение речи». Забудь свою земную карусель, Любимую каурую лошадку, Ладонь руки, квадратный сахар сладкий, Скамейку парк, июльскую метель. А каменей навстречу не моте, Которая перетекает в слово, Так птица, избегая птиц и лова, Склоняется к серебряной воде. Ты слышишь слоги По свисты земли Рассыпался букварь И все запело И жилочка Ручья пробиться смело Колоратурным возгласом своим. И дальше, дальше, Меж корней кривых Стремиться, удаляясь от истока, Во всю немую силу, Что до срока Взрезает корни гласных вековых. Срезает корни гласных вековых. Спасибо. И следующее стихотворение, оно без названия, оно уже имеет свою историю, оно вошло в спектакль, о котором вчера... Значит, песня на эти стихи звучит уже в двух спектаклях. Уже в двух, точно. В одном спектакле ее Исполняют вживую. А, нет, в обоих Исполняют их вживую. Это Есть театр-мастерская Гриша Козлова в Питере. Спектакль называется Линии повороты. О Буратино мы вчера рассказывали, который... Новые приключения, которого трудная судьба. Он прошло четыре примера, а дальше неизвестно. По всяким причинам. Там он тоже... Это была песня Черепахи-тортилы. Рыбы, как люди, Любят своих детей. Гладких, прозрачных Помнят наперечет. Молятся, чтобы Им избежать сетей, Чтобы еды Достала на них На всех. Рыбы с глазами Круглыми, как луна Море будет во веки Не утечет. Многое лучше Видеться лишь со дна Стоит ли рисковать По пути наверх? Стоит ли рисковать По пути наверх? ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вы научаетесь Чувствовать на лету Плакать, любить Печалиться, умирать Мы научаемся Видеть сквозь темноту Петь немотой Свободно дышать В воде Вот уже светится В ярком луче блесна Лодка переворачивается Спять Люди и рыбы Падают В небеса Рыбы и люди Далее и везде Я хочу позвать Машу Теплякову На сцену И она Нам немножечко Почитает И расскажет Что-нибудь Тебе надо Микрофон Посадить Или я тебя пущу А, давай Потом Жаль птица А потом Сеня А потом Нормально? Работает? Да Слышно? Да Так Ну что Рисковать Конечно Стоит По пути Наверх Тем более Что Рыбы и люди Они Только что люди А глядишь Уже и рыбы Рыбы Я летучая рыба Увидеть во сне Влюбиться Утром Выпадет Первый снег И ты Опоздаешь Так тебе Хочется Нарисовать На машинах Всякие там Кружочки Звездочки Человечков И прогулка Твоя Напоминает Кружение Неведомый Миру Танец Кружатся Мостовые Птицы Снежинки И кружится Твоя рыба Непойманная С волшебными Плавниками Хочешь Прямо сейчас Будет все Неважно Забудешь Дела Магазины Друзей Прохожих Будет только Зима И большое Небо Белая рыба Город Переиначит Снега Насыплет Сверхом Чтоб ты Кружился Слышал бы Только музыку Звон И шелест Стрелки Часов Шум Ветра Теченье Мысли Холод Прикосновения Сна Реальность Чтобы Скрипучая Мебель Тебя Будила Врезаться Не давала В предметы Быта И чтобы Ногами Перебирая Воздух Тянулся Ты К небу Рыба Вздыхая Рыба Есть мысль Такая Что голос Как птица В общем-то Отдельное Существо Вот И Которое Живет Самостоятельной Жизнью И Иногда Так получается Что Оно живет В конкретном Человеке И тогда Этот человек Поет Певец Стихотворение Называется Сопрано Сопрано Карфаген Все итальянки Так сонетны Сопрано Музыка Фрагмент Ты станешь Для него Сосудом Вместишь Когда придет Пора Особый дар Живое чудо Сопрано Рано Рано Ра Спасибо И как Мостик Такой К следующей Песне Жени Будет Стих Про птицу Птица Богу Верит Птица Точно Знает Не бывает Смерти Смерти Не бывает Есть Полынь И мята Дыма Запах Древний Ты жила Когда-то На краю Деревни Там Колодец Звездный И тропинка В поле Не бывает Поздно Но бывает Больно Закипают Вишни Вьюже Пусты Млечно В это Время Слышно Как Вздыхает Вечность Синяя Синица Странница Сиротка Божия Страница Песенки Короткой Подари Мне лучик Золотого Хлеба Бог Возьмет На ручки И подбросит В небо Спасибо Спасибо большое Я спою Еще одно Стихотворение Марии Тепляковой Жар Жарптица В какую Клетку Рыжих Проворных Птиц Какой Водой И кто Утолит Их Жажду Прикроешь Веки Смотрят Из-под Ресниц Ты Ни Причем Эта Осень Горит Пожаром И Колокольня Взрыва Опас На Медь Молчи Жар Птица Страшный Ты Мой Подарок Пока Я не знаю Как на тебя Смотреть Как на тебя Смотреть Таким же Образом Как елень На водный Источник Неизъяснимо Тянется Сквозь Жару Так Сердце Богу Слез Отводишь Ночью И Так же Слезно Женщинам Поутру Глаза Глаза Упрямы Губы Смелей И Легче Они Не Просят Просто Берут Своё Клюёшь С ладоней Можешь Обнять За плечи И смотришь Сердце Молишься Молишься И поёшь И поёшь И поёшь Поёшь И молишься Как на краю Под ветром Роняя Перья Просишься В новый Стих Я Обернусь И мне Не уйти От этих Бессовестных И заплаканных Глаз Твоих Глаз Твоих Спасибо. Сейчас я приглашу ещё одного гостя. Мы споём одну песенку и потом ещё одного и ещё одну. Приглашаю на сцену Семёна Якимова. Мы с ним споём Нет Нет Ну а вот Автора здесь нет Поэтому мы споём одну Раз её здесь нет Мы её пели просто уже На стихи Песню на стихи Марии Маховой Вот Поэтому мы Ту, которую пели Не споём А споём Совсем-совсем новую Песню из той же книжки Детской Замечательной Бог играет на флейте Бог играет на флейте А стихотворение Называется Ловец слов Слово счастье Похоже на стрекозу Стрекоза Похоже на самолёт Самолёт похож На другой самолёт Улетающий на звезду Твоё имя похоже На первый снег Немножко на жёлтый Кленовый лист А ещё оно падает Снизу вверх И ни разу Чтоб сверху вниз Слово праздник Похоже на много рук На шампанское И новогодний стол Впрочем, мне для праздника Хватит двух Мне не надо, чтоб было Стоп Слово моря Похоже на долгий звук Оно тянется длинным И белым И когда ты его произносишь вслух То других и не надо слов Слово вечность растягиваясь Течет к облакам Уползая в густой туман Я сегодня ловлю слова на крючок И кладу им в большой карман Спасибо 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 Да, тут кусаются, извините, очень больно И прям невозможно терпеть Последняя песня на стихи и на музыку Собственно, песня Яромира Наговицы чешского музыканта барда и рок. Он, в общем, пишет рок-певца, он пишет в разных-разных жанрах, пробует. И везде у него все, на мой взгляд, здорово получается. Вот и я сделала вдруг как-то, меня так что-то подбросило, я сделала первый раз в жизни перевод вот с чешского его песни новой. Она называется «Раз, два, три». И мы попросили помочь Лену Белкину. Где она? Лена, вот она. Да, Лена? Это будет совершенная импровизация. Я показала Лене тут один куплет. Она что-то изобразила, мне так понравилось. Мы решили, что это будет импровизация. Вот. Поэтому совместными усилиями и Колю попрошу еще подпеть. Мне бы, конечно, лучше стоя, но ладно. Нету ремешка для энергетики. Сейчас Лена включится. Поехали? Раз, два, три. Готов? Раз, два, три. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА По земле ходим, живем в пыльном городе Мелкие хлопоты, покупки впрок И так дружно решаем, как жить человеку без без В кредит живем, а в осенье пропадем И жилье обустроим, дороги достроим Быть может, когда-то, потом, через тысячи лет А высоко над лесом, над полем Кружатся орлы и соколы Свободны, как ветер, счастливы, как дети Далеко от людей, раз, два, три То живем на зарплату, то гребем лопатой Урвемся к прекрасному, мчимся на красной Мы без тормозов летим и платим все по счетам Держим диеты, горланим куплеты И в газеты пишем мы чипуку лишнюю Вместо семьи с телевизором мы по душам А высоко над лесом, над полем Кружатся орлы и соколы Свободны, как ветер, счастливы, как дети Далеко от людей, раз, два, три А на ночь глядя к столу мы присядем Ведем разговоры, как строить моторы Чем крепче склеить и крылья как лучше склепать Всяк умней умного что-то да придумает Кажется, жизнь легка, а солнце уж низко Пойдем мы сонные, но окрыленные спать А высоко над лесом, над полем Кружатся орлы и соколы Свободны, как ветер, счастливы, как дети Далеко от людей, раз, два, три Эй, 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 эй Эй, 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 высоко над лесом, над полем Какой последний аккорд Лена Белкина, чистая импровизация Спасибо Спасибо большое Я приглашаю на сцену еще автора Музыки на стихи прекрасных поэтов На стихи современных поэтов Сейчас будет программа Эльмира Галеева, Казань Спасибо Я, наверное, на твое место, да, встану? Чуть-чуть, только ниже сможешь Да Спасибо Спасибо